МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В это трудно поверить, но совсем недавно, буквально вчера, было солнце и плюс 28. Футболка и джинсы, велик и кеды, поезд и море, сухой асфальт и арбузы. Темнело, поздно, рассветало рано, и пить можно было на улице. Холодные, освежающие коктейли. Но все это кончилось. С этим нужно просто смириться и это принять. И на ближайшие полгода нам с вами придется искать надежное, уютное место. А холодные, освежающие коктейли заменить на горячую кружку кофе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, я Олег Мананьков. Сегодня я вам решил показать несколько отличных мест, которые, вполне возможно, пригодятся вам буквально на днях. Я про кофейник. По подсчетам нашей программы, у нас в городе 110 кофеин. Это включая кофейни, работающие на базе ресторанов и кафе. Отдельных самостоятельных кофейн 63. И у каждого из вас наверняка есть своя любимая. Свой небольшой мини-обзор я решил ограничить рамками нашего красивого исторического центра. Места мы выбирали основываясь на нашем редакционном вкусе, а также смотрели рейтинги на некоторых интернет-ресурсах. Все кофейни, показанные в сегодняшней программе, принадлежат нашим оренбургским рестораторам и не являются франшизами, что особо приятно. Первая кофейня нашего мини-обзора находится на улице Советской, в самом центре, рядом с известнейшим ювелирным магазином. Скрытая в глубине здания, небольшая, но очень уютная, как и положено кофейне. А ресторатор решил выполнить ее в стиле французского фьюжена. И многочисленные предметы декора тому доказательства. Про кофе тут знают, все досконально. В этой кофейне можно не только кофе попить, но и неплохо перекусить. Меню позволяет и супчик заказать, и курочку с картошечкой, разумеется, десерты. А любители фуд-стрита всегда могут рассчитывать на горящий бутерброд. Здесь они, кстати, очень забавно называются крок-месье и крок-мадам. Вторая кофейня нашего мини-обзора – это самая настоящая изюминка всего центра. Хотя нет, даже не изюминка, а драже. Шоколад – тонкая ореховая корочка, а внутри тягучий вишневый ликер. Частный дом, по велению хозяйки, превратился в уютнейшую кофейню. Небольшие комнаты, одна из которых с диванчиками, очаровательные, приятные и приватные. Вот каждый раз отмечаю и повторяю это снова и снова. То, что атмосфера в заведении – это главное. И создать атмосферу может только хозяин, владелец. Его вкус, опыт и желание делать красивые вещи. Вот все это здесь есть. То же самое можно сказать и о меню. Прекрасно выглядит и шикарно подано. Чтобы увидеть третью кофейню нашего с вами небольшого мини-обзора, нам пришлось отправиться на улицу Пролетарскую. И на улице Пролетарской оказалось не совсем пролетарское заведение. Этоги островок буржуазии. Это одна из самых уютных и домашних кофеин. Винтажный стиль с элементами ампира, неоклассики и модерна и запредельное обаяние большого кожаного дивана. Несмотря на крохотные размеры кофейни, меню здесь весьма объемное. И завтраки, и полноценные обеды. Вообще, ощущение здесь создается такое, как будто вы сидели в своей квартире и к вам пришли в гости. И вы им такой, а давайте пройдем ко мне в кофейню. И все проходят, рассаживаются, разговаривают. В общем, очень по-домашнему. Так что теперь, в ближайшие полгода, если вам понадобится надежное, уютное и красивое место для того, чтобы выпить чашку горячего кофе, или же пережить осень и зиму, вы четко знаете, где искать. И не благодарите меня за подсказки. На моем месте вы поступили точно так же. В этой программе были показаны кофейня Бон-Бон на улице Советской, 27, кофейня Амати на улице Кирова, 50 и кофейня Зефир. Расскажите про свой ресторан, кафе или кофейню в программе «Заметки гурмана».